здравствуйте друзья доброе утро вторник но начало недели поскольку понедельник у нас был праздник мы отдыхали не работали ничего не происходило в политической жизни на уровне конгресса законов и так далее всю неделю ничего происходить не будет потому что у них как бы такой перерыв каникулы можно сказать а пока что идет такое кулуарное бурление по поводу того что что с этой дак это в итоге делать и мы с вами с одной стороны все время там говорили но теперь ждем такого-то числа ждем такого-то числа ждем такого-то числа да когда может быть что-то решится и давайте вот мы о датах поговорим может быть в тех условиях которые вот мы имеем сегодня на руках то есть нет большинства не то что там у депутатов всех уровней но большинства нет даже у республиканцев которые контролируют казалось бы обе палаты и президент все из одной партии но у них нет большинства внутри себя поэтому уже на кого тут валить не валить не не получается теперь что получается дальше какая какие даты есть дата 5 марта и 5 марта казалось бы согласно указа значит трампа который отменял указ обамы вот этот дака временная защита от депортации для несовершеннолетних предприятий приведенных в страну родителями значит разные цифры первые там публикуют но вот от 700 тысяч до 800 тысяч я не знаю почему они так но вот вот эти вот люди в этом количестве что у нас происходит 23 числа марта принимается новый за но заново будет попытка даскать принять бюджет 23 марта а 5 марта как я начал говорить отменить отменяется защита от депортации защита от депортации приостановку смысле депортации вот это вот все приостановлены решением судей двух федеральных судей в разных местах но это дело может подняться на должно подняться в суд более высокой инстанции и там есть большая вероятность что это отменят поэтому грубо говоря они подвешены эти ребятишки подвешены и начиная с 5 марта вот да как бы они начинают терять защиту от депортации но тут есть интересный момент есть интересный момент 23 марта должны принять бюджет и зачастую когда принимается бюджет очень странные вещи происходят когда докидывают вот к этому закону о бюджете а это закон докидывает к этому закону какие нерешенные вопросы которые так как-то вот таким паровозом они называют а амнибус да вот таким амнибусом туда упаковываются когда вроде ну все равно надо принять и уже то что вот мы скажем возражали тут немножко тут и немножко там а вот ну когда уже такой вопрос как вот скажем бюджет тоже хрен с ним вот так получается вот это то что произошло с обама киром когда обама кир они пытались отменить и не хватало голосов у республиканцев своих же чтобы это сделать но когда принимали бюджет они говорят ну хорошо там уже лишим финансирования то есть они не отменили как закон но они скажем не дали денег там на что-то и получается что де-факто она она не работает но то есть там не проходила здесь проходила поэтому до 23 марта а еще у нас месячишка да ровно можно сказать на плюс-минус пара дней до этого марта должно что-то решиться и судя по тому что происходило на прошлой неделе единственный вариант который более-менее собирает достаточно голосов как бы с двух партий это вариант такой частичный то есть не давать может быть этим даковцам полные амнистии да но с другой стороны вот и урезать требования трампа и вот вот где-то вот в этой точке они могут сойтись это достаточно вероятный такой момент поэтому скорее всего это произойдет в том или ином раскладе вот как они там поторгуются скорее всего но мы не знаем и если это произойдет то это можно сказать именины сердца для семейной эмиграции и для лотереи green card то есть грубо говоря для всех нас кто имеет в этом какой-то такой интерес я имею ввиду наших соотечественников которые и хотят чтобы лотерея осталось и на самом деле чтобы и семейные миграции никуда не делать у нас у всех есть родственники и собственно чёра чего вдруг то вот на этом как бы очень много держалась всегда то есть вот вы поехали родители родители там гражданство получили там через полгода мама папу привез понимаете уже уже другое дело совсем поэтому есть большой шанс что именно так и произойдет но опять мы ничего не знаем то есть поскольку вода мутная то какая там рыба ловится понимаете и и чё там выдернет в итоге зачастую бывают они вот так сами бурлят бурлят и потом что такое получается что но никто себе представить не мог что вот так может получиться одно так и получилось это бывает поэтому значит еще раз вода мутная ничего не понятно масса инициативы проявляется есть люди которые говорят сенаторы говорят что все переключаемся на другие дела у них много других дел тоже есть такие которые говорят но муж не можем это все так оставить бросить и непонятно что есть люди которые говорят нет мы не бросим мы выборов подождем ноябрьских и мы посмотрим кто за что будет платить и какой валютой значит как бы кому кому это все боком выйдет и так далее так далее общем такие вот разные векторы вот во что это равнодействующая значит превратится ну вот и посмотрим я я не хочу долго на эту тему я просто рассказываю что такая такая ситуация может быть я еще немножко знаете что скажу я никогда сильно не был вовлечен вот во все эти там процессы которые происходят в конгрессах там и у президентов и так далее но поскольку я для вас там новости собираю рассказываю тем более по таким животрепещущим темам как там иммиграция лотерея я стал последний год может быть там полтора я стал больше вовлечен и соответственно я стал думать больше на и на эти темы а тут еще от стрельба во флориде значит школу и школе вот это большая трагедия там сейчас бурление невероятное происходит то есть уже вот тут понимаете уже вот тут вот это вот все и и вот это вот организация nr и national rifle association но вот скажем национальная ассоциация там ну райфл этого как бы ружье но вот вот этих вот владельцев оружия так можно назвать они же не просто вот такая ну просто люди собрались вот по интересам знаете как он кто вышивает кто там любит пострелять там и так далее нет они активные у них денег много и они этими деньгами значит влияют на решение политиков они вносят они вносят деньги в избирательные кампании сенаторов конгрессменов угадайте какой партии вот угадайте вот вот ну правда угадайте угадайте какая партия их защищает всегда не позволяя не то что там на микрон на микрон и вот я смотрю вот на это все безобразие я хочу сказать что конечно политическая деятельность должна быть отделена от бизнеса вот так же как например церковь отделена от государства то есть из бюджета и это мое как бы такое рассуждение я не знаю как в других странах я не знаю как там где чего обсуждается на эту тему просто у меня вот так наболел я хочу сказать что вот должно быть отделено не не может никакая политическая деятельность финансироваться субсидироваться никакими коммерческими интересами никакими группами с определенным интересом пусть даже не коммерческим а просто с политическим ныли там географическим или этническим и и так далее то есть государственный может быть средства допустим есть там два кандидата там да вот если ты вышел на какой-то уровень тебе и там из казны вот определенный бюджет на всех одинаковым каждому одинаковый а дальше уже насколько ты в состоянии привлечь сторонников поднять там скальмассы и так далее слава богу сейчас соцсетей полно ты можешь как бы очень открытый им и доступно излагать свою позицию но без того чтобы кто-то тебя финансировал я постоянно смотрю дать они пишут об этом нормально вот как вот кому-то допустим муж жену побил там но там три раз побил пять раз побил 10 и нормально да как же они об этом вот так пишут они как вот там в таком-то округе вот там какие-то дополнительные выборы вот мы сейчас посмотрим значит как люди реагируют на там трампа или там не знаю хиллари или там на это и на это значит и да и дальше выяснять там один кандидат потратил второе больше денег и говорят этот округ очень важно иначе туда идут сейчас большие деньги то есть вопрос о том что деньгами регулируется кто победит ну может быть он я она не регулируется на сто процентов но она сказала на 75 но не на 5 не на 3 понимаете деньги определяют интенсивность вот этой вот компании то есть что такое компания зомбирование публики вот собственно и все да вот как учил рекламу больше раз услышали значит за того проголосовали вот это должно быть абсолютно исключено вот это и тогда мы будем жить политическая жизнь да не будет покупаться и продаваться миллиардерами там супер миллиардерами кланами миллиардеров и так далее значит а люди будут жить в стране и будут решать значит как им жить и будут выбирать политиков которые не проститутки за деньги отдающиеся а которые хотят что-то сказать что-то принести у них как какие-то есть политический взгляд за которые мы и голосуем они они небо за этих вот которые бабками их покупают до того покупают покупают до того как они избраны вы не можете быть избранным без того чтобы значит кто-то те денег дал кто отдал денег граждане по трешке по пятерке по десятке нет нет на эти деньги ты не проживешь есть серьезные крупные вложения они ограничены это правда они ограничены положение ограничены создаются некие организации там комитеты содействия вот эти комитеты содействия насек акумулируют деньги там и так и так далее то есть все вот это вот вся эта система абсолютно гнилая во всех случае сегодня мы видим что политика проституирована полностью за бабло вот собственно и все а фармацевтические компании высота что творится в стране полный беспредел с медициной беспредел настоящий и с оружием беспредел полный и и что происходит значит фармацевтические компании это самый большой донор в политические компании избирательные компании и и вот на тебе пожалуйста но нужно что за лоббирование такое баблом поэтому мы имеем то что имеем и вот поэтому мы имеем население которое на выборы не ходит потому что не верит в систему и понимает что за кого не голосуй все равно получишь того кому бы обладали чтобы он против тебя и действует вот собственно и все ладно такая вот мысль у меня счастливо